Внимание, внимание! С данного момента этот канал переходит под наш полный контроль! Хай, Лютюб! Внимание, внимание! С данного момента этот канал переходит под наш полный контроль! Хай, Лютюб! Внимание, внимание! С данного момента этот канал переходит под наш полный контроль! Та-тира-тин-да-та, та-тира-тин-да-ри, та-тира-тин-да-та, та-тира-тин-да-ри, та-тира-тин-да-ри, та-тира... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и сегодня мы отправимся в Нью-Йорк 1977 года. Таящий в себе опасность, о которой мало кто мог подумать. Я говорю про нацистов. Да, хоть война осталась позади, но нацисты никуда не делись. Теперь они менее заметны, но не менее опасны. А планы их столь же масштабны, сколь и ужасны. А именно создание Четвёртого Рейха. Он начинается сейчас. Что начинается сейчас? Четвёртый Рейх. Противостоять им вызывается разнородная группа людей, именуемая себя охотниками. Под предводительством бывшего пленника концлагеря Мэйра Оффермана. Отряд охотников довольно разнообразен. В него входят изобретатели, актёры, оружейники, шпионы и прочее, и прочее. А вот получится ли у них сорвать планы нацистов? И все ли переживут эту тайную войну? Вы узнаете в сериале Охотники. Создателями данного сериала являются Дэвид Уилл и Джордан Пилл. Про первого я ничего не скажу, я его не знаю. А вот рука второго здесь точно чувствуется. Джордан Пилл, большинству известный как потеющий мем, является также создателем таких нестандартных ужасов, как Прочь и Мы. Которых я бы лично мог выделить две особенности. Первая явно выделяемая тема расизма и дискриминации. А вторая, как я уже сказал, это очень нестандартный подход к ужасам. Потому что в них практически нет скримеров. Но есть чертовски тревожная атмосфера. Два этих ключевых фактора можно применить и к данному сериалу. Который просто пропитан нетерпимостью, жестокостью и притеснениями. Что еще взять с еврейки? Она думает только о своем жалком существовании. А некоторые сцены в этом сериале просто очень тяжело смотреть. Но нет, не потому что нам показывают кровь, кишки и мясо. А из-за атмосферы происходящего. Кстати говоря, обилие крови, кишков, мяса и прочего здесь ждать не стоит. Сериал с этой темой не перебарщивает. Да это и не требуется. Атмосфера некоторых сцен и безрасчлененки способствует появлению кома в горле. На какой-то прям лютый экшен или кучу шуток также можете не рассчитывать. События здесь не торопятся друг за другом. И больше походят на игру в шахматы. Но при этом я бы точно не назвал этот сериал занудно-медленным. А вот чего вам стоит ждать, так это хороших живых диалогов. И таких же персонажей. Хотя не всех. Я бы сказал, что тут есть и такие, кто больше похожи на карикатуру реальных людей. Но здесь таких меньшинство. Да и возможно это только мне показалось. В актерском касте громких имен мало, но такие есть. И лично я бы хотел выделить Аль Пачино. Потому что старик Пачино и в свои 80 тянет на себя все внимание, когда появляется в кадре. Но вернемся к сюжету сериала. Который не так уж и прост. Ведь согласно конспирологическим версиям, Четвертый Рейх был вовсе не выдумкой. И располагался он в Антарктиде на базе 211. Куда также по одной из версий сбежали Адольф Гитлер и Ева Браун. И хотя я все-таки по большей части отношусь скептически ко всем подобным теориям. Но как знать. Возможно даже сейчас у нас под носом происходит что-то, что мы не замечаем. Или не хотим замечать. В общем, если вы хотите познакомиться с неторопливой, но занимательной историей. Или можно назвать ее историей про справедливость в разных проявлениях. То этот сериал вам может понравиться. Но если вы хотите чего-то прям легкого и веселого, то это не проданный сериал. Хотя, как я уже говорил, у меня язык не повернется назвать его скучным. Вообще, если честно, посмотря трейлер, у меня не было особого желания смотреть Охотников. Но у меня выдалась пара свободных часов. И я включил и втянулся с первой серии. Но я думаю все-таки не надо уточнять, что этот сериал зайдет далеко не всем. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. И всем большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, будете смотреть данный сериал или пропустите. Ну а если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Заглядывайте в описание. Там вас будут ждать ссылки на данный сериал. А также ссылки для вашей поддержки канала. И ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И помните, не важно, кто какой ориентации, национальности, пола, религии или цвета. Любите друг друга, несмотря ни на что. Всем пока. В мире поноса и запора не так плохо быть обычным дерьмом.